Здравствуйте! Это наш календарь и я его ведущая Анна Кучерова. Ровно 191 год назад в Астрахани был открыт казачий пансион. В нем обучались 10 воспитанников. Они изучали гимнастический курс наук без латинского языка. Помимо этого учащиеся постигали военное дело. Почетным попечителем пансиона стал атаман, полковник Петров. В первые годы гимназия располагалась в четырехэтажном каменном здании, ветхом и неудобном по планировке, нанятом у купца Соколова. Гимназия нуждалась в замене практически всей мебели, а пособия учебные были больше часто и дефектны. 31 декабря 1828 года из Харьковского учебного округа в Астраханскую дирекцию был прислан устав гимназии. По нему четырехклассные гимназии преобразовывались в семиклассные. В этот день 259 лет назад родился Петр Сапожников, меценат, коллекционер, основоположник династии астраханских купцов-благотворителей. В 1780 году поступил на службу в городскую думу, сблизился с городским головой. Тот сначала поручил Сапожникому введение торговых дел, а затем сделал его своим компаньоном и часто посылал в Астрахань для совершения крупных торговых сделок. Во время своих поездок купец наладил связи с местными предпринимателями. Он построил подворье с церквью Покрова Пресвятой Богородицы и высокой колокольни на Большой Демидовской улице. Вскоре Сапожников сумел быстро разбогадеть на астраханских соляных и винных откупах. Немало средств он вложил в архитектуру Астрахани. Вместе с ворвацием приличную сумму он внес строительство Спасского моста. 20 января ровно 64 года назад на улицах Лондона появились первые радары контроля за скоростью автомобилей. Сейчас их история насчитывает уже больше полувека, но по сей день бдительные помощники ежедневно помогают сотрудникам полка ДПС. За это время от первых огромных стационарных датчиков скоростного слежения до почти незаметных камер изменилось практически все. Раньше инспекторы дорожного движения замеряли скорость практически на глазок с секундомером или часами в руках, вычисляли движение машины от одного столба до другого. В этот день в 1815 году под Петербургом в Царском селе в лицее состоялся экзамен с приглашенными гостями. На экзамен по изящной словесности был приглашен поэт и государственный деятель Гаврила Державин. Именно в этот день он отметил талант будущего русского классика 15-летнего Александра Пушкина. Юноша прочел произведение «Воспоминания в Царском селе». «На вес покров угрюмой ночи, на своде дремлющих небес, безмолвное тишине почили дол и рощи, в седом тумане дальний лес». Это стихотворение прославило Пушкина за пределами лицея. Оно стало первым произведением, которое опубликовали с полной подписью Александр Пушкин в том же 1815 году в журнале «Русский музеум». Я помню чудные мгновенья, Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты, В томленьях грусти безнадежной, В тревогах шумной суеты, Звучал мне долго голос нежный, И снились милые черты. Шли годы, Бурь порыв мятежный, Рассеял прежние мечты, И я забыл твой голос нежный, Твои небесные черты. В глуши, Во мраке заточенья Тянулись тихо дни мои Без божества, Без вдохновенья, Без слез, Без жизни, Без любви. Душе настало пробужденье, И вот опять явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоенье, И для него воскресли вновь, И божество, И вдохновенье, И жизнь, И слезы, И любовь. Это был наш календарь, И я, Анна Кучерова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова